Всем привет! Это Полина и я снимаю еще одно видео. И вот я сомневалась между двумя своими приобретениями, о чем вам рассказать, потому что меня очень давно не было. В одной руке у меня снятость, в другой руке у меня труднодоступность. Про что же рассказать? Значит, про снятость. Это Arabian Wood от Тома Форта. Видите, у него специфическая выпуклая здесь штучка. И я так поняла, что вот такая выпуклость, потому что у меня, например, коробка из-под табака-ваниль 100 мл, она плоская, а здесь выпуклая. То, что это переиздание, в этом же году было переиздание Arabian Wood, новая версия. Бабар Чукота проверила, выпущен в 2018 году, в конце. Ну, в общем, по-моему, 2019 он все-таки вышел в январе. Вот это вот какая-то короткая версия. И с другой стороны, труднодоступность, это Николай, парфюмерный Николай. Набор пробников, с которыми я активно знакомилась. Вот так выглядит набор. Значит, про что вам рассказать? Ну, мне не хотелось делать долгие... Ну, вернее, мне не в настроении делать долгие исследования, чтобы быть как-то представлять. и подробно рассказать о аромате, поэтому я расскажу об Arabian Wood. Значит, в коробочке... Ну, вот так выглядит какая-то есть... А, это Reserve Collection. Вот такой вкладыш. Секунду. Кто-нибудь что-нибудь видит? Нет, никто же... Ну, какая разница? В общем, вот такой вкладыш. Здесь что-то написано. Я даже читала. Это как Томфор посмотрел назад и вернулся, в общем, как-то сделал. Значит, здесь у нас плёночка ещё нашлёпана. Вот такой надо буду подождать. Вот здесь вот так выглядит. Почему у меня плёночка ещё пришлёпана? Потому что я им не пользуюсь, стоит в коробочке. Ох! Ну, расскажу про него, раз уж я его взяла в руки, а про пробники от Николая расскажу потом. Ну, значит, давайте мы с вами посмотрим, чем он пахнет. Пирамомида как будто бы даже немножко отличается. Робин Вуд. Это аромат для мужчин и женщин. В группе Древесный Шипр. Вот я так... Я вот прям чувствую, что Шипр. В 2019 году выпустили. Значит, как всегда... Ну, в смысле, как всегда, нет. Просто пирамиды нет. Включают ноты. Древесные ноты. Болгарская роза. Белая фрезия. Нероли. Бергамот. Майская роза. Иланг-иланг. Жасмин. Гордения. Ирис. Мёд. Пачули. Белый кедр. Мох. Сандал. Бобы тонка. Амбра. Гальбанум. И лаванда. Ох. Это... Это такая... Жесть. Ну, в смысле, как жесть. Это... Ну, то есть, у меня вот этот опыт нетипичен. Я посмотрела видео по... Похититель ароматов. И я просто давно хотела этот... Арабиангут. И всё меня душило... Ну, сами понимаете, кто. Вот эти... Пять миллилитров, они как-то очень дорого стоили. Ой, по-моему, пять. Пять миллилитров как-то очень дорого стоили. Но я, в конце концов, сказала... Они будут у меня. Я обожаю там форда. Ну, как обожаю. Сдержанное люблю. Всё. Сдержанность это главное. То есть... И я... Слепую, конечно же, заказала. Пять миллилитров. Всё нормально. А, поверх. Обсаживаю. Нормально. Мышный парфюмер. Ох. Да. Ох. Сдержите меня. Сейчас я скажу вам. Значит... Что тут есть? Чем мне пахнет новая версия Робин Вуд? Не факт, что он совхадёт или он лучше как-то по-другому со старой версией. Сейчас я... Ой, я хотела фотографию показать. Сейчас я вам покажу фотографию, чтобы вы поняли, что я буду иметь в виду. Вот. Пойдём от моих ассоциаций. То есть я ничего не расскажу, кто его делает, чего там. Вообще ничего не расскажу. Значит... У меня есть двоёбная сестра. И вот наша с ней фотография. Видите? Это моя двоёбная сестра. Ой. Боже. Ну, это мы, в общем, с ней. Вот это Маша. Вот это я. И самое главное, вот эта вот кукла. Не знаю, даже вы её видите. Сейчас, секунду. Я вам покажу, что ненужное. Нет, куклу, конечно, никто не видит. Вот эта кукла. Вот. Я ходила в гости. Ну, с мамой. К её подруге. И у неё на веранде лежала эта кукла. То есть она была совершенно раздетая. И причём эта кукла времён Советского Союза. То есть такого давнишнего-давнишнего. В детстве находила этот кукл. Извините. И я, там детей больше, кроме меня, не было. И я всячески ну, ходила, тискала эту куклу. Тискала, тискала. И в конце концов развела. Ну, очень просила. Ну, как? Ну, в принципе, она никому не была нужна. Но я прям думала, что я урываю какой-то клад. И мне эту куклу подарили. И это была немецкая кукла. Ну, вот она закрывала-открывала глаза. И больше функциональности у неё не было никакой. А, у неё были какие-то удивительные волосы. Вот они были просто удивительные. Они то ли были, ну, не натуральные, но вот с ними можно было делать укладки. Они были очень мягкие. Они были вот прям как будто бы не искусственные. Причём у меня была какая-то вот такая с белым была с вами кукла. Ну, наша такая кукла Маша. Ну, обычно всегда Маша же кукла. Она, когда наклоняла её там уа-уа, как так делала? Ну, такая была в платьице. Ну, то есть, версия такая. И у неё были ужасные, как пахли волосы. То есть, я помню вот эти ощущения. А вот это совершенно мягкое. И самое удивительное, что вот у этой куклы, которая, конечно, долгое время была на веранде, на деревянной, которая вот... У неё волосы пахнут. Вернее, когда я взяла вот это, надушилась, ещё летом было, вот они пахнут точно так же. То есть, это вот запах вот этой... Вот этой куколки. Головы её вот. Ой, у нас птицы полетели на юг. Наверное. И у нас радуга. Значит, такой вообще сервистичный вид. Радуга, чёрные птицы, стаи летят. Самое время нюхать. Тома Форда. Арабин Вуд. Ну, это вот моя личная ассоциация. То есть, для меня вот Арабин Вуд это запах мокрых, ну, то есть, помытых волос вот этой немецкой куклы. Я не знаю. То есть, ну, это не сказать, что пластик. Ну, может быть, чужий пластик. Для меня почему-то, когда я вот его брызгую на одежду, нет, не буду брызгать. Я чем-то другим брызгаю. Когда я его надеваю на одежду, мне через какое-то время трудновато становится с ним. Хочется сменить. Потому что вот я как-то разбалываю на тем, что я нанесу на себя арабаты и потом их не чувствую. А здесь нафиг ты чувствуешь во всё время. Значит, какие ноты я ощущаю, какие не ощущаю. Древесные ноты. Да, но древесные ноты для меня это вот кедр от Байреда. Какой-то там кедр. И здесь другие древесные ноты. И здесь вот некоторые деревья бывают, а у них труха. Вот такой вот такой спил либо пенёк. Вот пень есть. И вот это труха пня. Вот. Я поняла, как это дерево. Это труха пня. И никакого тут я арабской пустыни вот это вообще ничего не чувствую. Труха пня. Сухой. Ну, то есть пень, который как бы взапрел, но теперь жаркий день. И он вот так пахнет. Вот просто эта труха, она же впитывает в себя запахи. И кроме дерева я тут чувствую, значит... Я с ним не чувствую. Ну, почули. Кстати, мёд. Мёд. Лёгкий намёк на мёд. Намёк на мёд. Намёк на мёд. Мох. Вот это вот такая мох у меня здесь присутствует как момент переработки. То есть он что-то перетирается и есть момент вот этой землистости. Сандал, не чувствую, баба тонкая. Не чувствую, амбра. Есть. Она даёт... Что она даёт в моём интерпретации? Я бы чихнула, если бы тут не было амбра. Вот как-то она как сливочное масло. Хотя могу шиваться, но она ли мне надо за это отвечать? Лаванду вроде не слышу. Не люблю лаванду. Хотя наверняка кому-то сильно пахнет лавандой. Ну, конечно, всем сильно пахнет лавандой, но я не узнаю, что это лаванда. Я бы сказала, что тут может был типа ветивер, а тут нет ветивера. Ну, по крайней мере, в носах не описано. Это что-то такое непонятное. Ладно. То есть я не чувствую здесь никакого... Ну, вот... Ещё один раз я его наносила, и для меня это вот как будто бы какой-то компот из ревеня. Ни разу не было. Ну, как будто когда кислость... Вот ты что-то варишь, и вот это то, что ты варишь, какая-то ягода или что-то перестаёт быть кислым. То есть лёгкий запах вот этого испарения с кислинкой, ты знаешь, что вот это уже превратится в сладкое. То есть варенье-то, оно уже такое там или что-то будет компотом, оно уже будет не кислой, а вот эта кислинка, она вот выходит. И вот этот свар сверху, то есть сверху вот это испарение, вот оно чуть-чуть есть. То есть мне кажется, мне даже чувствуется здесь кислинка. То есть для меня это трухлявый пень, который пропитался запахом мха, в котором возможно, из которого возможно вот после дождя испаряется какая-то влага и поэтому чувствуется такая ну зелёная водянистость. Я богатый описатель арбат. и ну наверное это всё. Ну то есть вот какие-то такие дела леса. Я я не чувствую это как история засушливой пустыни. Это для меня не арабский восток. Это для меня такая типичная лесная история с циклом жизни. Вот это как у Шпенглера рождение... то есть естественная стадия пень скоро затухнет, но вот его аккорд. Возможно, кстати, вот эта кислинка знаете чем? Муравьина. То есть если раздавить муравьев там в некоторых, то сами понимаете кислинка... Ну хотя не надо давить муравьев, но то есть вот какая-то история пня. Для меня вот этот вот аромат. Рада ли я, что он у меня в коллекции? Очень рада. Хотела бы я его кому-то продать? Может быть, да. Но за такие деньги я то есть его нанесла вот сколько раз. То есть он практически новый, но никто у меня его, конечно, не купит. Потому что я только что при вас отодрала эту пленочку. Причем я покупала в магазине рандеву. И когда мне он пришел, у него вот на этой пленочке были какие-то волокна. И я почему-то хотела снять вообще распаковку. Я сняла прям распаковку этого аромата и послала. И мы какие-то непонятные тут волосики. Не знаю их природу. В этой коробке наверху черная какая-то штучка есть, а они были красненькие. То есть для меня это стало загадкой. Но они сказали, что нет, у них все аутентичное. Я вначале подумала, что оно у них как-то слабо пахнет. Я даже говорю, он как-то слабо пахнет. Вот Том Форд, но он слабо пахнет. А потом неужели ароматы действительно должны постоять, чтобы вот это отдохнули и стали пахнуть по-другому? Не знаю, я так в это не верю, но как будто бы он потом расстоялся и стал прям другим. То есть он сильно пахнет, очень долго, и я вот не выдерживаю. Я его еще ни разу не носила вот так полноценно куда-то на весь день сходить в нем. Я вообще не знаю, можно ли его выдержать, как на меня будут чихать. Но самой мне комфортно. То есть головной боли нет, но вот то, что я его чувствую, мне это немножко раздражает. Но буду работать на самом деле. В общем, я поняла, что шипр пока рано. То есть вот этот шипр древесный. Нет. Хочу еще запробовать мицука фруктовый шипр. Почему-то я ни разу его не пробовала. Хотя, может, попадался в наших магазинах, не знаю. В общем, вот сходило, это мой опыт. С другой стороны, у меня какое-то желание собрать полную коллекцию Томфорда, но, конечно, я понимаю, что это бред. И некоторой старой снятости очень хочется. Очень хочу сливу японскую. Плам Japanese. Как-то так. Почему? Мне кажется, что она должна быть особенная. Не знаю. Вот. Буду душиться этим ароматом, когда буду ходить в какой-нибудь золотой яблок или парфюмерный магазин, чтобы такие бас такой точно чтобы прям пробрало. То есть, да. Ну, выпендривать надо куда-то. Не знаю, как студенты воспринят, конечно, меня в этом запахе непонятно. Ну, то есть, портрет реледи все такие фу-фу, поэтому я как портрет реледи вообще не могу носить никуда. Ну, и сама трудно с ним тоже, но всем остальным как-то тоже не очень. Большое спасибо за просмотр. Пишите, пожалуйста, если у кого-то была старая версия Robin Hood, чем для вас он пахнет. Иногда вот так не знаешь, чем пахнет, потом скажешь, это же вот то-то-то-то-то-то-то. Ну, вот сама композиция, она прекрасна, конечно. Ну, вот как к моей личности это вот не круглый аромат. Вот мне нужен круглый аромат, а это аромат ромбовидный, я бы сказала. Это уже какие-то у меня видения пошли. Ладно, большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.